друзья всем привет это финальный выпуск о том как был доставлен придаток audi эта машина которая не должна была появиться но вдруг она нарисовалась вот здесь будет ответ почему эта машина оказалась самой дешевой друзья канал наш посвящен только автоподбору он очень узкий возможно какие-то еще темы рубрики нужно затронуть для того чтобы расширить аудиторию потому как ну далеко не всем интересно смотреть только автоподбор пожалуйста напишите в комментариях чего бы вы хотели посмотреть и наверняка на лучшую тему на лучшую мне на лучшее мнение мы заснимем какое-то отдельное видео отдельный сюжет и кто знает возможно пойдет новая рубрика ну а сейчас погнали по audi очень интересные чуваки на клумбе стоят ну то есть круглый стол и стол переговоров такие в разноцветных жилетах очень интересная такая конструкция инсталляция так правильно сказать ездил по везу горя не знал ухты конь в пальто опять ну почему всегда такая реакция и кстати не один конь пальто вот еще есть конь в пальто теперь я теперь я видел много вот он конь в пальто проезд автомобиля запрещен проезд мотоциклов запрещен так а куда же мне ехать значит ведет меня навигатор значит какие-то колхозные сельские поля какой-то лес место где я не могу ездить на автомобиле но мне пришлось впереди стоит знак проезд запрещен у меня осталось на 54 километра заряда и google показывает ехать только прямо я очень надеюсь что мне не вырвут кадык за то что я поехал прямо поверните налево офигеть поверните налево сюда в лес шоли то ну нафиг да не богатый выбор они тут до пляжа 100 метров или там кафе направо в лес мы не поедем блин надо забивать повыезу потому что дело не будет остановил немца он надо мной поржал говорит вот езжай по вот этой дороге сейчас ну где-то около одной минуты будешь ехать прямо потом повернешь левее и еще раз левее т-образный перекресток налево и выйдешь на автобан кей еду потому как google ведет радикально в обратном направлении а там проезда нету то есть там лес там все плохо там там ужас хочу я это вкусный штучка я видел начался рабочий день германии сейчас уже грубо говоря практически 9 часов поехал я оплачивать audi и потом и потом завтра уже я очень надеюсь что завтра эти товарищи все успеют и все сделают для того чтобы подготовить документы пока в пути по мерседесу сегодня с утра пришел email о том что сегодня ожидайте голубиную почту грубо говоря в четверг оплатили ну ладно допустим в пятницу не увидели денег пятницу отправили субботу воскресенье выходной и вот наконец-то понедельник сегодня в 11 часов утра должны быть доставлены документы прокатный автомобиль volkswagen tiguan вот он там семнадцатого года значит хочу показать что такое в очередной раз активный круиз-контроль сейчас скорость ограничения здесь сто километров в час круиз я поставил на 100 вот этой кнопкой включаем расстояние до впереди идущего автомобиля контроль по полосам движений включен и вот теперь грубо говоря давайте смотреть во первых держит ли он полосы да что-то подруливает что-то держит что-то получается ну вторых посмотрим насколько долго audi уже на этом моменте начинает верещать то есть ездил на разных машинах и вот audi он первый кто начинает кричать сейчас вышло сообщение о том что пожалуйста возьмите управление в свои руки но пока мы едем смотрим чему это приведет audi уже верещит то есть что all road a6 что a4 что q7 она уже кричит так окей а это он так борется это значит поясняю что произошло первое предупреждение возьмите руль второе предупреждение пожалуйста возьмите управление в свои руки я его не беру и машина предполагаю что она думает что я засыпаю или же что-то делаю не так и она путем того что резко назымает на тормозам идет такой легкий пределив адреналиной и сразу просыпаешься даже если спишь поэтому вот такой вот интересный круиз-контроль в этом автомобиле так чтобы тормозами это дело разбавлялась я с таким ранее не встречался у меня впервые такое что volvo кричит audi кричит mercedes кричит но volkswagen он единственный кто притормаживает и я вас уверяю что даже если человек начинает унять и засыпать сейчас мы на повороте держит он голосу и даже когда человек начинает засыпать или кунять то вот этот вот рывок в виде резкого тормоза он все равно разбудит автомобиль уже приобретен и и сейчас автомобиль имеется ввиду ауди тут который вот этот вот значит приобретен он только с целью для того чтобы мне быстрее вернуться в украину эта машина не для продажи я в принципе для продажи ничего не гоняя потому как мы занимаемся только выбором автомобилей и этот автомобиль и выбрал для одного из своих друзей стоимость автомобиля 15 тысяч евро но короче суть в чем mercedes за которым я прилетел в германию мало того что дорого оформляется тут лафет на котором который у нас есть он его просто не потянет потому что это перегруз и любой поляк на таможне нас в луке такую для того чтобы не было такого геморроя для того чтобы не оплачивать 5000 на злотовый штраф из вообще понятно о чем я говорю то было такое принято экстренное решение привести парню в украину автомобиль на котором он дальше будет передвигаться а мне эта машина нужна только для того чтобы нормально вернуться в украину и все только потому что наш эвакуатор не может поднять вес в две с половиной тонны а парень не может взять меня на борт для того чтобы вместе вернуться в украину вот такая вот херня вот такой вот парадокс но когда мы поняли что документы почтовыми голубями снова не прилетят а машина уже была куплена а трал уже уехал вот тут я залип на то что нужно два автомобиля вести одной жопой ну и соответственно вот сейчас мы слегка рискуем рискуем в каком формате вот впереди едет автомобиль mercedes на трале все хорошо за исключением того что у нас трал который есть наш штате он везет этот автомобиль с перегрузом 100 килограмм и мы не можем ну как минимум до поляков мы доедем а вот дальше когда машина заедет на веса поляки нам сразу вырвет гланды на 6000 злотых а зачем она нужна ну и вот здесь вот опять стала в нагоде вот цель автомобильчик на котором а что будет покажу что будет в общем пока едем едем мы до темна потом ложимся спать и завтра снова продолжаем движение гоняются погнали это 2016 года автомобиль он сейчас имеет двести четыре тысячи километров пробега потребляет он не так дофига солярки ну как скажем я конечно еду в режиме дальнобойщика то есть 80 90 70 и в таком режиме он потребляет там пять с легкими копейками солярки мы сейчас даже посмотрим сколько это 5 5 и 2 расход на данный момент средний за последние наверное километров 150 настроение уже классное настроение уже хорошее даже пофиг какая будет погода пофиг какая будет очередь мы едем домой вот это вот чувство когда хочется домой уже пошла третья неделя когда я в германии вот так бессмысленно я время давно не проводил а самое интересное что вот в когда уже машину нашли и люди начали как-то расчехляться говорят ой а вы в германии посмотрите мне поедьте туда каен а а вот там кью седьмая и еще что-то давай насыпать все на понедельник на день вы и зарюнение не ребятки с радостью большое спасибо но целую неделю сидел особо ничего не делал и поэтому вот сейчас точно нет потому что горю по срокам на выдаче автомобиля ну ладно это уже наверное другая история сейчас едем в сторону родного дома польша рассвет он солнышко вылазит когда все дороги ведут в никуда настала пора возвращаться домой очередной паркинг очередная стоянка аж сам часок задремал ну ничего стартуем дальше хотел бы сказать несколько слов про audi а6 с трехкилогровым двигателем в двести семьдесят две кобыла как вы думаете сколько это сволочь потребляет на трассе для меня тоже было удивлением сейчас покажу 4 и 3 литра при скорости 100 километров в час 4 и 3 вот это вот расход вот это просто снимаю шляпу красота спустя какое-то время расход упал на 4 и 2 я конечно не думаю что дойдем до 4 литров потому что за последнюю тысячу километров был в основном 4 и 3 иногда 4 и 4 еда душ и наверное а как вы думаете что правильно делать видео вот в этот момент сейчас идет редакция видео которая будет выходить на канал сегодня сегодня у нас чего сегодня у нас наверное уже двадцатая часа у меня часы сели ну да за за четыре дня их надо было бы зарядить по моему двадцатая сегодня уже апреля вот сегодня будет выходить видео и вот даже сейчас когда в дороге на скажем так с нисходящем потоке еду вот за автомобилем грубо говоря отпустил вот полностью руль машина сама подруливает ноги у меня на месте то есть вот даже в таком режиме можно пробовать вносить корректировки в видео потому как не хватает катастрофически времени для того чтобы сделать это все нормально то есть так или иначе но все равно завязано на определенной группе людей и для того чтобы видео было действительно хорошим вот приходится его делать корректировать собирать ситуация в которой я оказался но она мне не позволяет этого делать поэтому мы исходим из того что что мы делаем а а сейчас вот снимается гиперлапс гиперлапс это когда много фотографий деланные с периодом одну секунду или же там две секунды в зависимости от того что нужно показать она фотографирует потом все это дело склеивается и получается такая быстрый проезд а то что вы видите быстрое вот это все гиперлапс ладно я смотрю дальше 70 километров до границы на дороге пробка фиг знает почему все встали все стоим вертолет он здесь я не знаю сколько я езжу всегда он предстоит но сейчас будем перегружать автомобили один снимаем другой ставим при ехали он кстати на заднем фоне стоит mercedes сейчас переверну камер вон mercedes вот audi а вон туда очередь и и за нами мы приехали наверно где-то минут 20-25 назад за нами никого не было и как говорится ничто так не радует как увеличивающая очередь за 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 нами но на самом деле все не так весело потому что впереди до до въезда 8 и 4 километра то есть ну такая очередь бывали конечно и поболее но я думаю что за день мы здесь хрен справится пока пока трохи охеревший скоро 6 утра мы еще не на родной земле впереди украина но пока еще поляки и что-то я такой же утомленный читаешь говорить тяжело сейчас если бог даст пройдем где-то лечь поспать тебе пару часов границу мы прошли за 16 часов но детально о том как мы прошли границу там в принципе уже есть эта вставка в видео про mercedes поэтому кому интересны вот эти вот мучения как зачем почему и почему одни люди стоят 4 дня мы прошли за 16 часов об этом видео вот как раз будет следующее про mercedes окончания и там будут ответы на все эти вопросы естественно сам процесс погрузки загрузки везде классно стало все при кирочку пока делают сертификаты в смысле производят пойду рассчитаюсь мы пока погрузимся и один спать второй ехать а потом наоборот как то так так что сегодня мы уже будем в киве может быть даже успеем на таможню закинуть машины чтобы их растаможили маловероятно конечно но всегда во всем плохом должно быть что-то хорошее вот заехали на родную землю у нас оформление буквально я смотрел по времени 15-20 минут и все вообще никого нет не есть там было там 3-4 машины и это с учетом того что под закрытие смены ребята таможенники большое вам спасибо за то что нету какой-то коррупции за то что все спасибо пошел я делаю сертификацию сертификацию прошли вот один автомобиль уже погрузили второй сейчас ждет своей очереди и будем ехать в сторону родного дома друзья легкое отступление от видео мы столкнулись с тем что на разных и сто с которыми сотрудничаем присутствует рука жопы люди бухают а я сторонник того чтобы преподносить качество тот кто смотрит среди технарей ребята среди вас наверняка есть люди которые отвечают за свои действия отвечают за свою работу откликнитесь если ваши мастера не бухают если они не рука жопы и готовы отвечать за свои действия то запросто можно поставить вам лейбу партнер один авто и такой поток людей к вам пойдет ну что люди которые обращаются к нам я кому-то их должен рекомендовать а получается так что да не все готовы ответить за свои действия предоставить какие-то гарантированные работы и вот здесь вот мы можем с вами подружиться интересует киев возможно если область то где-то близлежащие районы контактный номер вот сейчас будет здесь на экране на этом номере телефона есть вайбер написав на этот вайбер вы попадете именно ко мне и если вы вменяемые люди которые делают качественно мы с вами точно сработаемся и кто знает куда приведет нас эта история возможно это будет совершенно новое течение а давайте попробуем всем утра мойка автомобиля и сейчас поедем встречать mercedes автомобили моем конечно практически всегда есть конечно такие моменты когда люди говорят нет я спешу я сам или же еще чего-то куда-то бешеная эйфория хочу схватить автомобиль и поехать бывает но в основном машина забирать вот этот момент когда люди вау машина улучшает эффект знаете а заради этой эмоции действительно очень хочется работать без того чтобы отдать чистый автомобиль эмоции не получится с учетом того что на этом автомобиле я вообще нифига не зарабатываю потому что это такой жест доброй воли больше потому как вдруг попросила это делается такая медвежья услуга абсолютно бесплатно но тем не менее привычка выработанная годами требует помыть автомобиль я только сейчас поймался на мысли что это будет подарок но ничего пусть будет а я купил себе пил себе ауди все счет счет я теперь властелин колец я теперь властелин колец и и и и и и и и и Сейчас стояли, общались по телефону, вспомнил о том, что на момент, когда я приезжал смотреть Ауди, ехал туда на самокате, и у меня где-то потерялся толщиномер, ну, наверное, выпался с кармана или еще что-то. Вот, кстати, автомобиль, который не нужно оставлять под ветками деревьев. Получался он такой слегка обгаженный. Я к чему это все? За время моего отсутствия я заказал новый толщиномер, и где-то я его, по-моему, даже с собой взял. Сейчас, секундочку. Profitline, значит, это ни в коем образом не реклама. Такие толщиномеры у большинства наших экспертов, значит, так, чтобы вообще не было никаких рекламных знаков. Чем интересен вот этот толщиномер? Он, во-первых, очень быстро показывает значение, что важно при видео, особенно монтаже, когда ты его пикаешь, он думает потом пилик и выдает значение. Да, оно типа раньше работало долго, то есть первый толщиномер, который я покупал себе, это был, по-моему, еще 2013 год, когда я начинал сам этим делом заниматься. Потом он был через года три утерян первый в Литве. Я заказал себе точно такой же, потому как у меня было положительное понимание того, что это классная штука. Но сейчас такой толщиномер, он морально уже устарел. Поэтому купили вот такую штуку современную. И я его еще не использовал. Сейчас мы будем его использовать в первый раз. Интересно, его калибровать надо, или он откалиброванный. 154, 158. Да, он довольно быстро работает. Если вот сейчас в проемах у него будет больше 70 микрон, ну там 70-80, если значения будут больше, то автомобиль имеет двойной окрас. У меня были подозрения по вот этому крылу, что оно вот здесь вот крашеное. На немере так было видно подождем. Но сейчас промеряем, просмотрим. 171, 174. Неудобно его держать после того, что у меня был. Как минимум надо по-другому вставить камеру. 144, 157, 147. А вот капот здесь крашеный. А вот капот здесь крашеный. И я этого не увидел. Но крашено хорошо. Так, ладно. 157. Стойки 156, 162. По этому контрольную промеряем 130, 132, 147. По этому проемчику 110, 121, 128. А вот здесь, а вот здесь, если мне не изменила память, то здесь чуть-чуть больше. Это ни о чем не говорит. 157. Это говорит о том, что действительно эта машина может быть крашена в заднее левое крыло, как я и предполагал. 165, да. Вот здесь вот есть окрас. Вот здесь. В общем, что могу сказать. Даже под дождем, когда осматриваешь автомобиль. Ну, хотя я очень не рекомендую рассматривать машину под дождем. Но даже если под дождем рассматривать, то понимаем, что можно определить. Но я не рекомендую смотреть машину под дождем. Потому как вот эта вот машина был такой своеобразный, наверное, экзамен. На то, пройду я его или нет. Кстати, при калибровке я у некоторых парней видел, берут две металлические пластины и ложат их одна на другую. Так делать точно нельзя. То есть пластина и алюминиевая, и эта должна быть в стороне, в другой. В комплекте должны быть какие-то пластины. Так, не, нифига, это уже реклама и попахивает. А как многие знают, рекламы на канале у меня нет. О, кстати, по поводу рекламы. Значит, друзья, вот ту рекламу, которую вы видите на канале от YouTube. Я сначала первое время не мог понять вообще, о чем речь. Так вот, реклама от YouTube – это не моя реклама. Вот, и включение рекламы – это одно из обязательных условий для аранжирования видео. Чему я это все рассказываю? Рекламу на канале YouTube можно отключить очень просто. За несколько долларов в месяц вы можете купить себе премиум аккаунт. Стоит он 2 доллара в месяц на одного человека или же 5 долларов на всю семью. Ну, то есть это семейный аккаунт, 6 человек. Я им пользуюсь уже очень давно. Рекламы я никакой не вижу. Плюс из того, что есть, это для тех, кто на обычном YouTube, вот мне недавно показали, я тоже этого не знал. Когда скидываешь окно YouTube, вот, допустим, на телефоне, видео по монтажу, и вот если его скинуть вниз, то получается вот такое вот окошечко. И можно заходить в другое предложение. Вот. И еще один офигенный плюс, если есть YouTube премиум. Я, кстати, YouTube премиум – это тоже не реклама. Реклама на канале у меня была только один раз. Это компания Advisor Auto. И то мы у них заказали автомобиль, мы долго ждали. И потом, как знак доброй воли, я сделал им рекламу. По YouTube. YouTube Music. Вот, например, если... В дороге хавает немного бджела такая волосатая пролетела. В дороге оно хавает немного трафика. То есть, вот, грубо говоря, за день, когда едешь, включаешь YouTube Music по Bluetooth в машину, за день, грубо говоря, 8 часов выехал и к 10 вечера приехал на таможню, оно схавало 300 мегабайт. 300 мегабайт в роуминге, ну, смотря какой пакет покупать. Но это не так дофига, но нормальная музыка. Еще раз объясняю, рекламы у меня нету. Эту рекламу запускает сам YouTube. Ну, тут все очень просто. Либо же вы тратите свое время, узнавая про новые товары, либо же вы сразу платите денежку, и вам не приходит реклама. И теперь ответ на вопрос, почему же эта Audi была самая дешевая в Германии. Опять-таки, это мое предположение. Значит, когда я в Германии покатался на этом автомобиле, я снова засунул лаунч для того, чтобы считать ошибки. Я увидел, что первый блок, первая ступень сажевого фильтра, она была наглухо забита, но в чек, в ошибку она еще не вываливалась. Я предположил, что это можно сделать по трассе, прожечь фильтр, и будет все хорошо. Но у меня не было такого участка, где этот фильтр можно прожечь. Я эту ошибку сбросил, она какое-то время не появлялась. Но в Украине, когда заправили украинской солярочки, эта штука отрыгнулась заново. И я даю с долей вероятности 85%, что торба именно сажем у фильтра. Учитывая то, что машину я смотрел, история была почищена 10 километров назад. Все. Вообще, абсолютно вся история, которая была от начала до конца, стерта в ноль. И этого нету. И скорее всего, именно эта причина стала того, что эта машина оказалась самой дешевой в Германии. Но несмотря на это, даже если сажевый фильтр там кончился, а я предполагаю, что он не кончится сейчас, он кончится через месяц, два-полгода, ему будет жопа. В нашей стране его можно просто вырезать, как многие говорят, кастрировать, дать двигателю дышать. И эта машина будет еще иметь очень долгую, классную, счастливую жизнь. Ну, к сожалению, у нас в государстве не регламентируются законодательством экологические нормы. Но это уже другая история. Ребят, большое спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Ну, а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания Динафта. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Ну, и надо писать комменты на Мерседес. 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 Мерседес.